Рад приветствовать всех, стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. И не только я и Теплица, с вами еще и сотрудники Change.org. А Change.org, если кто не знает, это глобальная платформа для онлайн-петиций. И в связи с этим курс у нас на этот раз будет несколько экспериментальный. Меня тут будет не так много, как обычно, точнее обычно я всегда один. Но в данном курсе мало того, что можно показать в виде скринкаста. То есть того, на чем я собственно специализируюсь. А значит правильнее, как мне кажется, предоставить больше времени самим сотрудникам Change.org. С тем, чтобы они рассказали, как правильно создавать и продвигать петиции. А я ограничусь постановкой вопросов, но вопросов будет много. Сегодня у нас несколько обзорное видео. И первое, что я обозреваю на сайте Change.org, это то, что в мире к платформе подключились уже 400 миллионов человек. И первый вопрос, который у меня возникает – все ли из этих 400 миллионов могут подавать петиции? И есть ли какие-нибудь ограничения на тему? Например, могу ли я создать петицию с требованием легализовать тяжелые наркотики? И пока ограничимся этим. С этими вопросами я обращаюсь к Лене, специалистке по работе с авторами петиций в Change.org. Итак, Лена, привет! Да, Вова, привет! И привет всем, кто сейчас нас смотрит. Как ты уже сказал, платформы пользуются во всем мире. В России, кстати, число пользователей превысило 15 миллионов человек. И да, петицию здесь может создать абсолютно любой человек на любую тему, совершенно бесплатно. Здесь есть два важных момента – наше правило и законодательство страны. Расскажу подробнее. Во-первых, у нас на сайте действуют правила сообщества, по которой мы не допускаем какие-то вещи, например, разжигание ненависти или дискриминацию. О нарушениях регулярно сообщают сами пользователи, ведь они тоже хотят видеть платформу открытой и безопасной для всех. И мы сами тоже стараемся просматривать сайт по мере возможностей. Наша служба поддержки решает, какие принять меры в таких случаях. А во-вторых, подключаясь к платформе, пользователи обязуются соблюдать законы своей страны и несут ответственность за публикуемый контент. Мы, конечно, следуем российскому законодательству. Надеюсь, это отвечает на твой вопрос, Вова. Хорошо, да, она отвечает. Вообще, сейчас у нас сообщение больше похоже на интервью, но это только в первом видео. Дальше все придет в норму и наши коллеги из Change.org будут говорить гораздо больше, чем я. А пока у меня следующий вопрос, который, наверное, возникает не только у меня, а именно вопрос финансирования. Кто за все это платит? Деятельность сайта поддерживают сами пользователи двумя способами. Первый — это продвижение петиций. То есть пользователи, если хотят, могут внести любую сумму, и тогда ту или иную петицию увидят люди вне круга их близких и знакомых. А значит, еще больше людей смогут подписать ее. Второй способ — это подписка на ежемесячные взносы. В России, например, более 22 тысяч человек поддерживает нашу работу с помощью таких регулярных взносов. И важно, наверное, добавить, что у нас нет ни рекламы, ни грантов от доноров. Поэтому Change.org в России — полностью независимая платформа, которая существует исключительно благодаря пользователям. Полностью независимая платформа. Я вам завидую. Вообще, Change.org — единственная в своем роде, по меньшей мере, в России. Я не знаю альтернатив. Есть рои, но, мне кажется, пользователи не сформировали пока устоявшегося отношения к ней. И в любом случае она пока не так популярна, но вопрос не в этом. А в мире вообще есть подобные платформы, и чем ваша платформа отличается от них? На многих сайтах петиция — это просто текст с подписями под ним. Идея же Change.org в том, что сама петиция — это не формальное обращение к адресату с определенным количеством подписей, а инструмент для вовлечения людей в решение какой-то проблемы. Петиция здесь дает возможность рассказать публично о проблеме, найти тех, кто поддерживает ваши требования, привлечь внимание журналистов, экспертов и известных людей, а также обращаться публично к тем, кто эту проблему может решить. Можно сказать, что петиция — это временное сообщество людей, которые вместе добиваются решения задачи. Ну, мне кажется, про сообщество людей вы немного преувеличиваете. Все-таки большинство, мне кажется, ограничивается тем, чтобы просто ставить подпись. Как их можно вовлечь еще во что-то? Платформа позволяет автору петиции быть на связи с теми, кто поставил подпись, с помощью публикации обновлений петиций. Все обновления подписанты получают по почте. Ну да, действительно, мне приходили на почту обновления по подписанным петициям, в том числе с какими-то призывами. Я мог оставлять комментарии и делиться своими новостями или соображениями по сути происходящего. Ну то есть можно сказать, что это интерактив и степень вовлеченности зависит от гражданской позиции подписанта. На этот счет есть исследование Левады Центр, которое говорит, что 81% пользователей платформы хотели бы сделать что-то еще, не ограничиваясь постановкой подписи. Наверное, с подписантами ясно. И последнее, что меня волнует в этой вступительной части, это роль создателя петиции, точнее образ, портрет среднего пользователя автора петиции. Мне, например, интересно понять, подхожу ли я под него. Может быть нужно быть убежденным активистом, суперменом и человеком-пауком в одном лице? Нет, Вова, для этого совершенно не надо быть человеком-пауком или женщиной-кошкой. Большинство петиций создают обычные люди, многие из которых еще вчера и не думали заниматься активизмом. Тут каждый может рассказать свою историю и добиваться важных изменений. И совершенно не важно, есть ли у вас подобный опыт. На сайте много примеров и подсказок. Здесь можно найти поддержку и разобраться по ходу дела. Мы видим, как это работает в прямом смысле каждый день. В 2019 году, например, победой в России добились 247 петиций. Это 5 побед в неделю. Петиция может быть на абсолютно любую тему, которая важна для вас. Нет менее или более важных петиций. Она может касаться местной проблемы, а может проблемы федерального уровня. Может иметь целью решить конкретную задачу или же добиться системных перемен. Например, Кирилл Белоусов – незрячий пловец из Санкт-Петербурга. Недавно он добился того, что светофоры в районе его дома были оснащены звуковыми сигналами. И теперь он может переходить дорогу, не опасаясь за свою жизнь. Или другой пример – петиция Ольги Рыбковской за доступ родственников в реанимацию. Благодаря петиции Ольги, право на посещение своих близких в реанимации, было закреплено в России на законодательном уровне. Это два очень разных примера, но их объединяет то, что обе петиции начали обычные люди. Они еще вчера не были активистами. Они просто решили вслух рассказать о том, что их волнует. И попытались найти решение проблемы, обращаясь за поддержкой к тем, кто поддержал их подписью. Так, ну мы не будем, наверное, непосредственно выяснять, как Ольга и Кирилл нашли поддержку пользователей. Но о том, что поддержка это важна и как ее в принципе находить, рассказать, конечно, нужно. Но это возможно уже после создания петиции, и в следующем видео мы расскажем, как ее собственно создавать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова